Ну чё, привет! С вами BetArt671, поэт, философ и музыкант. Меня, короче, обманули с флешкой, которая на 128 гигов. Вот результаты теста. 7,8 гигабайт окей, 117 гигабайт дата лосс. Ну, вы поняли, что это значит. Это означает, что это фейковое говно. Всего лишь 7,8 гигабайт можно использовать. Вчера проверку я делал в два этапа. В первом этапе я, короче, скачал торренты. Там фильмы были... Три фильма, что ли? Один фильм 32 гигабайта, второй фильм 12 гигов, да. И третий 4 гига. Почему этот вариант я выбрал? Потому что торрент, он как бы резервирует место сразу же. Вот. Два фильма больших скачались, которые на 12 и на 35 гигов. Я решил их открыть, но они не открываются. Там выскакивали какие-то ошибки. Я что только не делал. Сначала думал, что это у меня кодеков нету, но... Ни хрена не заработало в итоге, потому что я установил все... Всевозможные программки, потом перенес, вытащил флешку, заснул ее к себе в компьютер, да. А такая же ситуация, ничего не открывается, при том, что на моем компе все, что угодно можно, блядь, открыть. И получилось в итоге, когда я решил уже потестить с помощью программки, да, что действительно файлы недоступны из-за того, что здесь всего лишь 7,8 гигабайт. Я скачал, получается, на сколько? На 50, на 50 гигов информации, да. Самая интересная информация, когда кто-то записывается. Ну, как записывается? Там написано, что качается, например, да, ну, с торрент, если смотреть. Качается, качается, а файлы сами по себе не открываются. Также здесь тоже вот эта проверка. Вот эти файлы заливаются, да, вот видите, 128, 127 и 906 мегабайт. Они, короче, заливают, заливаются, а при проверке отвечают только сколько? 7,8 гигов. Вот. Открыл, короче, я спор, но спорить уже не с кем, потому что магазина не существует. То есть открываешь магазин, написано, страничка не найдена. Нажимаешь на продавца, собственно, то есть что на продавца, что на товар, что на другие товары, ничего не открывается, короче, страничка не найдена. В общем-то, диспут этот, ну, получается, он бессмысленный, потому что должен тебе продавец возвращать деньги. Но кто тебе будет возвращать деньги? Это все-таки тебе не, ну, не как на eBay, например, да, на eBay там через PayPal платишь, а там есть защита покупателей, насколько я знаю, что деньги, они вроде как не передаются продавцу. Они как-то оставляются, что ли, там где-то, ну, у себя они. А потом, если ты напишешь там плохой отзыв там, да, аргументируешь, почему товар тебе не нравится, тебе эти деньги вернут. Вот, в общем, там какая-то такая сложная, я там, кстати, не заказывал, только читал про защиту покупателей. Вот, Aliexpress это какое-то говно, там написано, что 45 дней защита покупателя, и за эти 45 дней я должен поболтать с этим продавцом. Ну, с кем болтать, если продавца нету, мать его. Вот. Короче, просрало 900 рублей, потому что за 900 рублей можно было купить флешку на 16 гигов в переходе, а здесь я купил, считайте, 8-7 гиговую. При том, что хрен определишь, когда память еще закончилась, то есть, например, захочу файл скачать, например, на 7,5 гигов, и хрен поймешь, типа, до конца ли он загрузился на флешку или нет, или часть оставшейся, ну, потому что любые файлы они туда загружаются, они загружаются, но не открываются, вот, потому что ты зальешь файл, а он туда зальется не до конца, и в итоге файл просран, потому что он не откроется в итоге, либо откроется, но ошибки будут какие-то вылетать, поэтому вот эта фирма DTS-E9 128 гигабайт, да, это было написано на коробочке Kingston, вот, такой вот обман, пацаны, развели меня на, короче, первый раз развели, потому что самое интересное, я же, когда покупаю товары на Алиэкспрессе, я смотрю всегда положительные отзывы и заказы, там было где-то 1000 заказов, 1000 заказов, представляете, и где-то 900 из них 5 баллов дали, короче, 5 баллов, то есть, рейтинг суммарный, там было 4,5 балла, 4,5 балла, или сколько там, 98% satisfaction, да, это хорошая оценка, короче, 98, но, как я понимаю, то ли люди быдло, то ли не знают, что с ними, ну, короче, они не проверяют, они просто вставляют флешку, закачивают 1-2 файла и полностью не проверяют, они еще не пытаются там запустить, там, не знаю, не установить туда, не вот эту программу замечательную, которая называется H2 Test W, у меня один чувак просто посоветовал эту программу, блин, забыл, как его зовут, вот, в этом, в личку написал мне, да, там, типа, типа, это, ну, обманута флешка, проверь через программу, может, деньги себе даже вернуть, но я уже не вернусь, я 100% ничего, потому что магазин пропал, магазин пропал, продавец пропал, пропали все его товары, то есть, при том, что я помню, что там, кажется, у магазина была такая коронка, коронка означает на Алиэкспресс, что продавец продал хреново тут же товаров, то ли этот чувак, я не знаю, сам лопухнулся так, что просрал, как бы, свой магазин, то ли это действительно такой был полностью развод, но я думаю, что развод, потому что, если учесть то, что они могли эти флешки покупать, грубо говоря, за 300 рублей и продавать за 800 рублей, за 900 рублей, вернее, 950, кажется, отдал, то какая прибыль чистая, это, получается, 650 рублей, да, 650 рублей прибыль, тысяч человек продали, получается, 650 тысяч, они с этого поимели, ну, конечно, можно закрывать магазин, можно закрыть, потом открыть новый, и, в общем-то, как-то так, поэтому, пацаны, в общем-то, битар 6.7.1, то плохо in the world, да, купил флешку на 128 гигов, на которой всего лишь свободно 7.8, да, а все остальные, весь остальной, короче, объем памяти, да, это фейк, файлы заливаются в никуда, короче, я не знаю, как они так сделали, но файлы, они, если их закачивать, да, копировать, то они скачиваются, они копируются, но они почему-то не открываются в итоге, да, ну, тут уже написано, потому что это фейк, как китайцы стали сделали, я не имею понятия, потому что я в электронике не силен, но это очень, вот почему быдло, быдло поставило, то есть, сколько там, 800 или 900 человек поставило 5 баллов из 5 за эту флешку, да, в отзывах, в общем, это очень плохо, потому что теперь я вообще никакому рейтингу не буду доверять и никаким заказам, потому что, ну, то есть, никто не проверяет, это как, знаете, я в прошлый раз купил провод, поставил хороший отзыв, то есть, отзыв, да, там 5 баллов, короче, написал, найс даже, а потом в итоге я понял, что, ну, то есть, не этот провод, другой провод, понял, что одновременно зарядка и USB-шка не работают, только либо одно, либо другое, вот, ну, это еще ерунда, там хотя бы что-то работает, да, здесь всего лишь 8 гигов, ну, грубо говоря, 8, хотя на самом деле 7,8 и 128, ну, нахер она мне-то нужна, блин, я бы мог в Москве ее купить подешевле, вот, ну, в общем-то, все, спасибо за внимание, с вами был Битар 671, поэт, философ, музыкант, пока!